Всем привет, с вами Назарий, и сегодня мы будем делать вот подобный вот замечательный рендер хромированной иконки. Помимо того, что мы его сделаем, мы еще проанализируем, как подойти к тому или иному вопросу, чтобы в будущем, когда вы столкнетесь с чем-то похожим, у вас возникало как можно меньше вопросов. Поэтому давайте начнем, наливаем себе что-то холодненькое, сегодня жаркий летний день, поэтому, чтобы голова лучше соображала, возьмем себе что-то со льдом. И давайте начнем. Чтобы лучше ориентироваться в том, что мы будем делать, вытащим вот здесь вот окошечко дополнительное и возьмем Image Editor, чтобы можно было взять и открыть референс оригинального изображения. Вот оно у меня вот здесь вот рядышком будет, и чтобы удобнее просматривать, я его оставлю вот в таком вот масштабе. У нас это календарь с хромированным материалом, с вот такими вот подобными изогнутыми листочками, поэтому давайте, собственно, начинать это делать. Но, как всегда, я включаю Screencast Keys, и все. Теперь вы видите, что именно я нажимаю. Для начала мы возьмем, создадим вот эту вот основную форму для нашего календаря. Давайте создадим Plane, и возьмем здесь посередине, добавим разрез. Теперь оттащим вот эту часть сюда. Тут мы возьмем, выделим все вот эти вот точки, нажмем M на клавиатуре, и выберем Add Center, и они соединились вот так вот в центре. Затем нам надо все эти точки ужать, чтобы получился плюс-минус такой же наклон, как и у нашего вот этого вот календаря. Сейчас мы на глаз определяем его высоту. Но я думаю, что это не критично, если оно будет немножечко, скажем так, не таким высоким. Вот, теперь мы переходим в Object Mode, Ctrl-A, нажимаем Scale, чтобы все вот эти наши точки, которые мы двигали, они сохранились в новом расположении. Переходим опять в Edit Mode, нажимаем Tab, Ctrl-Shift-B. И как вы видите, мы создаем вот такое вот разделение вот этих вот точек. Сейчас мы создадим именно две вершины сверху. То есть нам не надо добавлять вот такое вот количество сегментов, только две. Так нам будет проще сделать более, что ли, ровную, более плавную, такую вот изогнутую. То есть давайте возьмем примерный угол. Ну не угол, а вот именно примерную ширину, что ли, вот этого нашего верхнего скругления. Пусть это будет примерно вот так вот. Я бы еще немножечко вверх подтянул вот так. Здесь нам вот эта вот история не нужна, но пока что давайте ее вниз просто оттянем. Хотя в целом давайте попробуем сделать X-Dissolve Faces. Все, мы это слили в один такой вот фейс. Здесь я бы вот эту точку еще опустил вниз. Так, и теперь можно взять, здесь делать абсолютно то же самое, только чуть-чуть вот тут вверх еще. Ctrl-Shift-B. Когда мы делаем Ctrl-Shift-B, мы делаем Bevel именно для точек. То есть не для стороны, а именно для точки. Вот, так, тут мы плюс-минус вот таким вот образом делаем. Здесь теперь мы делаем опять Ctrl-Shift-B. Но теперь из этого положения нам будет проще сделать вот именно такие скругленные стороны, нежели более вытянутые, как вы могли видеть до этого. Теперь можно уже накинуть чуть больше сегментов. Например, вот столько-то. Можно немножечко меньше. Ну, думаю, вот так вот. Так. Теперь надо сделать так, чтобы центральные точки, вот вы видите, у нас есть две центральные точки, чтобы они были как можно ближе друг к другу, чтобы мы потом могли это все соединить. Я с зажатым Shift-ом их вот так вот перемещаю. Нажимаю левую кнопку мыши. И они остались в этом вот положении. Теперь давайте M at center. Далее надо сделать то же самое вот сюда. Выделяем Shift-ом вот эти вещи. Ctrl-Shift-B. И тянем, пока центральные точки на обеих сторонах не сойдутся примерно. Вот так вот. Теперь можно A, чтобы выделить все. M by distance. Ничего сейчас не убралось, но мы можем перейти вот в эту вкладочку. С зажатым Shift-ом тянем вправо. Где-то вот так вот. И вот тут написано удалено 2 вертикали. Да, вот они здесь, собственно, были удалены. Теперь мы делаем Ctrl-Shift-B для вот этой вот штуки. И тоже выбираем, ну, где-то вот, я думаю, такое вот скругление. Все. То есть основа вот эта вот сторона, она у нас есть. Теперь нам надо просто ее, ну, сделать из нее вот эту вот основную вот форму. Давайте нажмем R, X, 90. Таким образом мы повернули на 90 градусов по оси X вот эту вот нашу форму. И возьмем, перейдем в Edit Mode. Нажмем Tab. А, чтобы выделить все. И Extrude. Собственно, больше ничего не надо нажимать. То есть просто клавишу E. И оно экструдит в одну сторону. Как нам понять, насколько далеко нам надо эту штуку вытянуть? Сейчас мы создадим еще один объект, чтобы ориентироваться примерно по ширине. Но для начала я проверю вывернутость нормалей. Нажимаю. Все красное. Значит, надо их вывернуть, потому что они смотрят внутренней стороной на нас. Нажимаем Tab, A, чтобы выделить все. Alt, N. Или на Mac это, наверное, Option. Или как-то, не знаю, в общем, другую кнопочку нажимаете. Recalculate Outside. Теперь у нас все синее. То есть в правильном положении, как это и должно, собственно, быть. Правая кнопка мыши. Set Origin to Geometry. Мы взяли Origin по центру, но не совсем по центру. Можно попробовать Center of Mass Volume. Тоже нет. Ну, примерно вообще так даже именно лучше получилось. Потому что оно теперь чуть повыше в центре именно. Оно берет вот эти вот... Вот этот центр определяет по, что ли, по весу вот этих вот точек, по количеству этих точек, которые у нас есть. Так что, да, это, скажем так, не совсем тот центр. Но это в целом нам не совсем важно. Ctrl, A, Scale. Давайте перейдем сюда. И опять Face Orientation мы здесь выключим. Shift, S. Selection to Cursor. Просто, чтобы это все отцентровать примерно. И затем у вас должно быть изображение вот этого вот календаря. Но так как вы находитесь именно на моем канале, это все у вас изначально уже будет. Потому что мне надо было сделать это все с нуля. Поэтому я эту картинку сделал с нуля. Я ее, соответственно, не находил. А она собственного производства. Поэтому вам надо включить аддон, во-первых, который называется Images as Plains. Import Images as Plains, собственно, в аддонах. Но, по идее, в Blender 4.2, если вы уже позже смотрите, это уже там вроде как добавлено. Но оно просто чуть-чуть по-другому выглядит. Но не суть. Shift, A. Image. Images as Plains. И вот тут у меня есть... Ну и, собственно, у вас тоже это будет. Календарь.jpg. Давайте перейдем в материал превью. Я, во-первых, ее увеличу. Затем поверну. Давайте вид спереди. Вот, вид спереди это у нас вот здесь. Если мы нажмем Йо или тильду на клавиатуре. Или же просто нажмем единицу на numpad. Мы перейдем в вид спереди. Поэтому нам надо сейчас это все наперед развернуть. Возьмем нашу вот эту вот основу. RZ90. Теперь это правильно. И давайте покрутим. Плюс-минус. Сейчас это не так важно. Нам надо просто определить ширину. Так, и что мы видим? Сверху у нас тут прилегает почти до конца. По бокам у нас есть небольшие отступы. И снизу у нас отступы побольше. То есть, если мы сейчас это сделаем. Давайте вот почти максимально наверх подтянем. По бокам у нас есть небольшие отступы. Но я бы хотел их сделать еще больше на самом деле. Поэтому мы расширили вот эту вот основу. Плюс-минус так, как это надо было сделать. Нажимаем S, чтобы чуть-чуть уменьшить это изображение. Чтобы сделать вот эти отступы побольше. Может быть даже как-то... Ну, пока что вот так вот. Вот. И теперь у нас сама основа. Она нормальная по форме. Может быть она чуть-чуть уже, там чуть-чуть шире. Но это вы уже, я думаю, поняли, как это сделать. Поэтому с этим проблем возникнуть не должно. Переходим в Tab. Выделяем вот здесь вот эти стороны. И давайте их удалим. X Faces. Потому что нам они не нужны. Нажимаем Shade Smooth на этот объект. И в модификаторах. Нормали. Smooth by Angle. Ну, собственно, это такой вот новый прикол, который добавил, собственно, Blender у себя. Поэтому, да. Пока что этим не заморачиваемся. Давайте добавим Solidify. И тут нам надо сейчас сделать это все потолще. Но это можно сделать вовнутрь. Можно сделать наружу. То есть тут как у вас лучше это все ложится. Ну, вроде как у меня это все вовнутрь лучше смотрится. Поэтому я буду делать вовнутрь. Так. Так, 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 так. Ну, где-то вот так вот. Примерные толщины здесь. Оно не сильно-то и толстое. Что-то вот такое вот. Solidify, я думаю, поставлю перед Smooth by Angle. Да, чтобы у нас вот это все отрабатывало получше. Как вы видите, у нас вид изменился. Потому что у нас теперь этот Smooth by Angle, он работает вместе с Solidify. Давайте добавим Bevel. Тоже его после Solidify. Так. Тут, я думаю, можно накинуть количество сегментов побольше. И чуть-чуть уменьшить. Вот это значение. Ну, я думаю, еще меньше. Вот так вот. Оно вот так достаточно симпатично его теперь сглаживает. Теперь добавим Subdivision Surface. Давайте вот его опять сюда. Так, что у нас тут есть? Так, 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 так. Вот определенные полосочки тут появились по бокам вообще. Вот, как видите. Но это потянутость именно из-за того, что у нас в целом работает Subdivision. Собственно, он тянет. Мы можем попытаться это скомпенсировать, добавив несколько лупкатов посередине. И вроде как оно помогло даже, да? Тут есть вот такая вот штука. Она решается, если мы в Angle напишем 60. И вот здесь 60. Вот. Вот эта штука пропала со сглаживанием. Затем, тут у нас такой остренький угол. Можно попытаться взять вот эти вот ребра. Так, давайте Shift-Alt здесь все выделим. Shift-Alt здесь все. И дважды G. И тянем вниз. Буквально немножко. Так. Тут то же самое. Shift-Alt. Shift-Alt. Дважды G чуть-чуть вниз. Так. Ну, не то, чтобы она на самом деле решила как-то эту ситуацию. Но это в целом не проблем. Давайте еще Subdivision накину. Так. Может быть, тут стоило бы больше накинуть угла. Но оно со стороны в целом. Нормальное достаточно скругление получилось. Тут у нас что? В принципе, тут таких проблем нет. И сейчас у нас получилась вот эта вот основа для календаря. Которая, собственно, нам в будущем очень сильно поможет. Чтобы сделать нашу, собственно, сцену. Давайте Solidify может быть чуть-чуть побольше. Потому что у нас будет это все издалека. Давайте чуть-чуть поболее. Вот так вот. Bevel. Тоже можно вот так вот. Чтобы оно было более скругленным. И у нас было больше именно деталей на вот этих вот краях. Хорошо. Вообще, у нас здесь должны быть еще теоретические дырочки, вырезы на вот этой вот истории. Тут такая история. То есть у нас здесь не будет видно именно вот эти вот дырки. Но мы можем их сделать. Это достаточно легко делается. Давайте попробуем это все воплотить в жизнь. Переходим вот сюда. Что нам здесь надо? Мы видим то, что разрезы у нас примерно, ну, где-то вот в этой области. Давайте Shift-Alt вот эти лупкаты выберем. Shift. Точнее, не Shift, а S-X. И растащим их где-то на места, где у нас должны быть эти дырки. Так, теперь, что мы видим? Нам надо добавить разрез сюда. Вообще, еще сюда. Поэтому Shift-Alt выделяем сюда, сюда. Так, ничего лишнего нет. Дважды G. Дважды G это для того, чтобы вдоль нормалей перемещать, собственно, то, что мы выделили. То есть если бы мы просто нажимали G и Z, то оно бы меняло форму. Когда нажимаем дважды G, оно двигается вдоль нормалей и никак не меняет, собственно, саму форму. Так, поднимаем наверх, где-то вот в этом месте, я думаю, да? Можно чуть-чуть ниже. Вот. А теперь что нам надо сделать? Смотрите, вам нужен аддон, который называется... Это мы уже, на самом деле, далеко забегаем, но я думаю, будет полезно. Называется Bull Tool. По-моему, Bull Tool, да? Сейчас я вспомню точнее. Так. Здесь после включения аддона должна появиться вкладка Edit. Да, Bull Tool. И у вас тут есть Edit, Loop Tools. И теперь мы выделяем вот эти вот точки. Сразу же, кстати, не забываем никогда сохраняться, потому что, когда меняем геометрию, зная блендера, ну, может вылететь в какой-то момент. Что мы делаем теперь? Ctrl-Shift-B. И, как вы видите, мы добавляем сегментов именно для вертексов, да? То есть нам... Давайте, сколько мы сделаем? Вот столько, я думаю, будет достаточно. И когда это выделено, переходим в... Точнее, выбираем вот здесь вот фейсы. Или нажимаем тройку на клавиатуре. X, Dissolve Faces. И теперь мы можем здесь взять, так, выделить, точнее, нажать Circle. И оно сделало кружочки именно из вот этих вот штук. Так, теперь... Теперь давайте выделим вот эти все вещи. X, Faces. И, как вы видите, мы создали красивые такие вот разрезы, которые у нас украшают, что ли, вот эту нашу геометрию. Вот. Ну, я уже не буду заморачиваться с какими-то такими легкими потянутостями, как вот здесь. Потому что, по сути, мы их не видим. Но для будущего просто, чтобы вы знали, что это можно просто вот сделать... Давайте... Сейчас... R, Z, Z... Нет. В общем, это изначально надо сделать, чтобы вот эти вот вещи, они не были вот такими вот раскрученными, что ли. Ну, то есть, вот я добавил. Тут теперь вот не тянется оно вот именно с этой точки вот сюда. Поэтому, да, вот вы можете сделать именно вот таким вот образом. Или просто сделать, чтобы это было, ну, не таким развернутым, как это есть вот в данный момент. Вот. Я не уверен, есть ли сзади, на самом деле, разрезы. Вроде бы есть, но ладно. Не суть важна. Хорошо, двигаемся далее. Собственно, основа у нас есть. И так как я изначально сказал, что день сегодня жаркий, выпью воды холодной. Это, наверное, часть туториала, которая больше относится к жизненным советам. Если жарко, пейте воду. Да. Вообще, нам надо будет сделать эти дырочки еще для вот этой вот штуки. Поэтому нам... Ну, собственно, это лишним не будет, да? Давайте сейчас что мы сделаем. Нам вообще надо добавить мультирезолюшн, аддон. Именно сейчас мы работаем с вот этим вот календарем, потому что нам надо будет его сгибать. Нажимаем Subdivide. Subdivide. Так, и, наверное, сейчас я подумаю, как это лучше сделать. Наверное, все-таки давайте вот здесь добавим лучше Subdivide. Сначала накидываем количество разрезов. Думаю, где-то 10 штук должно быть достаточно. Если мы накинем Subdivision Surface... Так, оно... Ну, плюс-минус такие же скругления, да? Плюс-минус... Плюс-минус они. Так, может быть... Может быть, потом стоит еще Бевелом это поправить, но вроде как разрезы достаточно сносные. Так что, да. Так, двигаемся дальше. Что мы делаем сейчас? Вообще, я бы хотел убедиться, что вот этот вот лупкат, он будет находиться в месте, где у нас вот эти дырки находятся. Поэтому давайте возьмем вот эти вот именно разрезы, SX, и мы их просто сожмем. Но я надеюсь сейчас, что это никак не повлияло на нашу текстуру. Нет, это влияет на нашу текстуру, поэтому давайте попробуем просто взять и добавить... Даже не добавить, а, наверное, дважды G. Вот, дважды G. И сейчас просто вручную переместим примерно вот сюда. Выделяем опять дважды G, перемещаем вот сюда. Может быть, есть что-то поудобнее, но у меня сейчас голова не варит из-за того, что я записываю урок. Оно всегда так происходит, когда ты записываешь что-то, ты не сразу вспоминаешь о каких-то очевидных вещах. Вот, да. Теперь давайте дважды G и вверх вот так вот потянем эту точку примерно в центр вот этого нашего круга. Опять же таки, я сейчас не уверен, что этот разрез будет именно в этом месте. Наверное, даже вот сейчас я не буду этого делать. Пока что просто оставлю возможность для создания разреза на будущее. Что бы я хотел сделать теперь? Давайте возьмем и согнем вот эту вот штуку. Это будет достаточно интересно. Теперь нам надо взять вот этот вот поворот, который мы создали. И вернуть даже не в 0, а в 90 и Ctrl-A Rotation. Давайте вот так вот сделаем. И теперь давайте добавим... Кстати, так все правильно? Да, все правильно. Теперь мы добавим Empty объект кубический. И давайте выделим вот этот объект, Ctrl-C, Copy Location. Так, и теперь нам надо добавить аддон Simple Deform. Simple Deform. Так, выбираем Bend. Вот здесь вот так вот оно сгибается. И Origin мы выставляем на вот этот вот куб. То есть мы пипетим его. Вот, ничего не поменялось на первый взгляд. Но если мы будем вот так перемещать куб, ну, это будет, собственно, деформировать наш объект. Так, теперь давайте попробуем найти адекватное расположение для нашей вот этой вот штуки. Так, мы двигаемся вот тут у нас по иксу. По иксу, значит, будет адекватнее всего это все отрабатывать. Но, возможно, стоит выбрать... Так. Вот тут такая вот история у нас получается сейчас. Давайте еще раз икс. Так, вроде... Да, вот, смотрите, теперь, когда мы перемещаем вот этот вот куб, оно отталкивает вот этот вот поворот от Origin именно вот этого куба. Поэтому мы сейчас можем вот так вот легко брать и из вот этой вот точки, по сути, как у календаря, вот так вот его вращать. То есть, ну, я думаю, суть вы уловили. И нам надо эту всю историю будет размножить сейчас и каждому вот этому кубику выставить, ну, соответствующие значения. Но перед этим я бы хотел тогда взять и закончить с вот этой вот... с вот этим листком. Вообще у нас должно сгибаться примерно с вот этой вот точки, поэтому давайте... Ну, оно у нас примерно, на самом деле, здесь есть, поэтому вот так вот мы это все и оставим. Так, поворот вроде как нормальный. Давайте добавим Solidify, соответственно, потому что у нас здесь Solidify находится в этом месте. Так, и да, вот вы видите вот такую вот штуку, то, что оно просвечивается, это потому что вот здесь в настройках материала, в Settings нам надо поставить в Viewport Display, Blend Mode, Shadow Mode, Apec U и то же самое Apec U. Не знаю, так оно произносится или нет, но не суть. Так. Хорошо, можно еще накинуть Subdivision. Три сегмента. Так, тут у нас текстура дублируется, но... Так, я думаю, что потом мы с этим справимся, если в этом будет необходимость. Shade Smooth. Затем Normal Smooth By Angle. Вот, и оно теперь засмузилось. Хорошо. Ну, я думаю, вы поняли то, что я сейчас сделал. То есть просто сделал нормальный, без вот этих вот ребрышек. Добавляем Bevel после... После Solidify, да? После Simple Deform'а даже, наверное. Нет, после Solidify'а все-таки. Вот. И теперь добавим больше количества сегментов. Тут у нас, конечно же, поплыла текстура. Что у нас вот здесь? Ну, это, в принципе, не сильно заметно, чтобы были какие-то фаски. Ну, давайте... Возможно, сейчас придется применить Solidify, потому что, вот как вы видите, плывет текстура из-за того, что, собственно, Solidify на себя тоже перетаскивает, собственно, часть этой текстуры. Но мы сделаем это в будущем, когда уже будет понятно, что мы двигаемся именно с этим объектом. Поэтому пока что мы не заостряем на это внимание и двигаемся, собственно, дальше. Что у нас есть? У нас вот эта вся история вот таким вот образом существует. Давайте. По идее, оно чуть-чуть будет вверх наклонено, но это не принципиально, поэтому нам надо сейчас вот уже в этот момент... Если... Если, если, если... В принципе, давайте сейчас я даже примере возьму, чтобы это было понятнее. Так вот, теоретически, если у нас это все будет примерно под вот таким вот наклоном, чтобы у нас вот эта верхняя стенка прижималась, значит, спереди нам надо... Да, все-таки надо поднять немножко эту всю историю. Так, Ctrl-Z возвращаю в оригинальный вот этот вот поворот. Давайте вид спереди. Так, дважды G. Подтягиваем вот эту историю. На текстуру оно не повлияет, потому что, в принципе, у нас тут текстуры как таковой особо и нет. Ну, ничего, именно визуального какого-то обозначения. Так, и я бы выключил сначала... Bevel, Subdivision. Так. Subdivision, Subdivision, да. Он так или иначе сглаживает? Ну, ладно, не суть. Так. А ну-ка, давайте Ctrl-A. Scale. Так, хорошо. Сейчас вот эта штука, она в целом... Ну, не важно то, что она вот так вот растягивается, потому что мы в нашем аддоне Loop Tools, в который мы добавили Bull Tool, собственно, два разных названия, не суть. Мы сейчас это все исправим. X, Dissolve Faces и Circle. Вот. То есть у нас теперь опять эти кружочки появились именно. Так. Да, и их надо же удалить. Собственно, Faces. Мы удаляем вот эту штуку. И у нас появились вот такие вот вещи. Теперь давайте добавим... Вроде бы разрез так нормальный по размеру, да. Так, Subdivision. Включили. И теперь Bevel. В целом, Bevel тут сделал такие достаточно незначительные фаски, но... Давайте их, может быть, увеличим, не знаю. Ой, не то тяну. Так, ну вот это у нас сейчас не получается, просто потому что у нас достаточно близко точки в одном каком-то месте. Из Subdivision Surface, да. Вот видите, то есть сразу добавились, собственно, точки. Но так как у нас сразу это становится более таким урубленным, я лучше возьму и буду использовать, собственно, вот более скругленный вариант вместо того, чтобы использовать что-ли больше фаски, потому что они в любом случае так или иначе незаметны. Да, и поставим 60. И вот здесь 60, просто чтобы оно лучше захватывало какие-то остроты. Может быть, даже еще Subdivision вообще в целом накинуть, но, наверное, это будет много уже, да. Ну да, это будет чересчур, так что на троечке и остановимся. Так, хорошо. Так, у нас, получается, есть вот эта вот основная штука. Теперь нам остается ее только продублировать. Давайте Shift-D. Замечу, я выделяю вот этот вот кубик и вот эту вот штуку. То есть мы их вместе выделяем и вместе дублируем. Это важно, потому что нам надо, чтобы у каждого вот этого вот листочка был свой origin. Дублирую. Shift-D опять дублирую. У нас, по-моему, 5 листочков, если я не ошибаюсь. 3, 5, да. Shift-D опять в сторону дублирую. Так. Shift-D в сторону. Так, и вот теперь у нас есть вот такая вот штука. Что нам надо сделать сейчас? Мы выделяем все здесь, все здесь, в вид сбоку. И просто R. И подставляем его в нужное нам положение. То есть примерно вот таким вот образом. Возможно, чуть-чуть ниже. Так. Ну, в общем, как-то так. Да. Теперь мы разместили вот эти листочки. Что делаем дальше? Дальше тут у нас... Тут поворота у нас почти как такового нет, поэтому мы его уменьшаем. Где-то вот так вот. Так, смотрю. Что тут? Все нормально. Можно даже 0. Сразу. Хорошо. Тут мы делаем еще меньше. Ну, то есть, как вы видите, мы берем и таким образом... И меняем, собственно, поворот, что ли, вот этих наших вот бумажечек. Наших календариков. Наших календариков. Наших листочков. Так. Тут поближе. И вот здесь. Вот так вот. Ну, делаем как-то, как нам это будет нравиться в дальнейшем. Так. Ну, и вроде бы... И вроде бы нормально. Хорошо. Хорошо. Мы можем вообще сделать, на самом деле, вот эту историю побольше. Как будто бы просто слишком большой отступ снизу. Поэтому я просто скейлю это спереди. И... Так, поворот тут поправляю. Вот так вот. Так. И... Все. Вроде как... Идеально. Вроде как идеально. Ну, немножечко мы вот тут вот... Так как мы заскейлили, мы немножечко не попали вот этими вот кружочками. Но это просто... Тогда вы берете эти кружочки, делаете уже впоследствии после скейла. Просто сейчас так получилось, что я это сделал чуть попозже. Чуть-чуть вниз это все. В любом случае, это будет незаметно. Или же мы просто откатим это действие. Не суть важно. Так. Хорошо. Теперь мы сделаем... Торусы. И сейчас надо будет, я думаю, пару попыток сделать, чтобы подобрать нужный радиус. Вот здесь. Минор радиус мы меняем. Шейд смуз. Давайте по иксу 90, rz 90. И вот эти вот колечки мы сейчас вставляем. Так. Вот так вот. Если в целом глянуть... Ну, вроде как, да. Ну, то есть вы можете сделать это просто... Чуть побольше сделать эти колечки. Это уже дело достаточно простое. Так. Теперь нам надо добавить модификатор зеркала. И выбрать, ну, например, нашу основу как основной объект. Так. Вот. И по Z мы выбираем Z. И оно по Z продублировалось. Хорошо. Эти колечки у нас, собственно, тоже получились. И по сути, основная форма, вот эта, которая нам нужна, она у нас, собственно, есть. Давайте возьмем это все продублируем в сторону куда-то, потому что как-то зафокапить на этом моменте, ну, не хотелось бы, знаете ли. И теперь нам надо взять, поработать с материалами. Но прежде я добавлю plane, который у нас будет таким вот фоновым, большой такой. И имейте в виду, у нас вот эта штука, она не стоит ни на чем. Поэтому он просто у нас вот будет вот так вот на фоне. Ctrl-B. Делаем много-много сегментов. Shade Smooth, соответственно. Так, и теперь, и теперь, что мы делаем? Вид спереди. Добавляем камеру, которую мы оттаскиваем вот таким вот образом. Давайте изменим формат на квадратный. 1080 на 1080. Так, хорошо. Камеру я приподниму. Ставлю ортографику, чтобы у нас не было перспективы. Странно звучит, но ладно. Так, и мы приближаемся где-то до, ну, примерно вот такого вот состояния. Теперь выделяем всю вот эту историю. Кстати, да, у нас вывернут вот этот вот plane на фоне. Alt-N. Flip. Так, выделяем вот это все. Переходим в режим вида с камеры. RZ. Так, и вращаем. До поворота. Ну, примерно как на референсе. Ну, сейчас мы видим то, что чуть-чуть уже получился именно, получилась вот эта вот основа. Но я думаю, что это не принципиально. И вообще, кстати, а ну-ка. Можно взять, смотрите, в Edit Mode выделяем вот этот вот кружочек, если он все-таки достаточно маленьким нам кажется. Alt-S. И вот так вот его скейлим. Все. И он теперь потолще получился. Вот. Ну, и как я говорил, вообще эти дырки на вот этой вот основе, ну, не видно. Но просто дополнительную информацию, я думаю, вам стоило усвоить, как их сделать. Потому что это тоже зачастую вызывает много проблем. Хорошо. Далее. Давайте рендерить это все и постепенно добавлять материалы. Ну, материал у нас уже, по сути, основной один есть. Но это еще не все. Так. Рендер. У нас стоит Cycles. Кстати, сразу проверить, что у нас все правильно с поворотом. Вот тут у нас мы видим все вот так вот ровненько. И тут у нас, соответственно, все ровненько. То есть, так у нас должно быть. Здесь нам достаточно будет добавить всего лишь один источник света. Это солнце. Который мы повернем. Давайте посмотрим, как у нас тут тень падает. Мы видим светлее вот снизу. Темнее вот здесь. Что мы видим здесь? У нас такого нет. Мы давайте сразу повернем это все примерно, чтобы у нас... Вот вы видите, у нас появляются дополнительные щелочки. Вот здесь вот. То есть, щелочки я имею в виду вот эти белые, да, участки. Вот. И примерно вот такой вот поворот у нас есть вот у этого объекта. Так. И теперь нам надо добавить силу. Давайте десятку поставим. И угол 20. Вот. И теперь у нас получилось такое достаточно приятное освещение. Возможно, мы его можем немножечко докрутить. Чуть-чуть, возможно, вниз. Хорошо. Так. Что здесь теперь? Мы можем добавить еще один Area Light сбоку. Чтобы он светил вот так вот именно сбоку. Давайте. Вот так вот. Ну, чтобы мы взяли и компенсировали какую-то темноту с этой стороны. Давайте силу 20. Вот. Мы чуть-чуть это дело все компенсировали. Хорошо. Так. Далее. Сразу же в Color Management. Я хочу поставить кривые. Вот так вот. Чтобы была более контрастная картинка. Так. Потом. Потом. Что я делаю? Вид с камеры всегда. Так, 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 так. В целом, кстати, вот тут вот незаметно искажение текстуры. Поэтому, я думаю, мы не будем трогать этот листочек. Но мы будем трогать остальные все листочки. Потому что нам надо на них убрать материал вот этого календаря. Мы удаляем. 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 И здесь удаляем. Мы скопируем, собственно, материал потом, когда мы сделаем ему шероховатость. Давайте вытащим вот здесь сбоку окошко дополнительное. Не забываем сохраняться, конечно же. Shader Editor. И вы видите, что у нас тут подключен календарь. И мы берем, так, в Specular мы уменьшаем вот этот вот ползунок. И вы видите то, что изображение становится более контрастным. То есть оно изначально было вот таким, достаточно серое. Уменьшаем вниз. Оно становится более черным, более контрастным. То есть меньше принимает на себя, собственно, свет. Затем нам надо добавить шероховатость, которая здесь есть. Ну, мне кажется, она тут какая-то чересчур сильная. Но давайте сделаем noise. Noise текстура. Далее. Bump. И затем подключаем bump в Normal. Фактор в Height. Высоту, собственно. Так. Ctrl-T на noise текстуре. И вот здесь выбираем именно Object, потому что оно изначально, собственно, имело неправильное расположение. Мы это все дело исправили таким образом. Возьмем scale поставим 100. Уже больше похоже на то, что есть. Но пока что все еще чересчур. И силу, я думаю, на 0.2. Так. У нас появился такой вот бумажный что ли материал. Уже больше. Но все еще сила большая. 0.1. Scale 120. 150. Сила 1.5. Так. И теперь у нас достаточно заметная вот эта вот шероховатость. Она не сильно навязчивая. Она приятно смотрится. И у нас создается вот ощущение именно какой-то вот такой вот текстурности. Теперь мы возьмем... Вообще, да, зря я изначально удалил. Собственно, отсюда все материалы. Но, ладно, это уже такое дело. Так. Я беру, получается, сначала вот этот вот листочек. Шифтом выбираю вот этот. Ctrl-L link material. И теперь нажимаю, опять же-таки, на этот листочек. И дублирую этот материал. Просто, чтобы удалить вот эту вот календарную текстуру. Но при этом сохранить шероховатость. И теперь мы возьмем все вот эти вот оставшиеся листочки. Выбираем последним тот, который мы только что редактировали. Ctrl-L link material. И теперь на всех есть вот эта вот шероховатость. То есть, вот. По-моему, даже получилось лучше, чем на референсе. Хорошо. Далее. Надо... Давайте возьмем фону. Добавим белый материал. Он такой белоголубоватый. Как будто бы максимум на белый вытащу. Затем можно здесь чуть-чуть более голубой сделать. Давайте пипеткой отсюда вот клацнем. Вот. Но теперь нам надо взять и... Добавить эмишина, я думаю, чуть-чуть. Просто, чтобы он не был таким серым. И тоже выберу вот этот вот синеватый цвет более... Как-то вот так вот. Вот. Все. Фон у нас плюс-минус такой. Так, далее. Тени. Вот здесь я вижу, они более контрастные. Поэтому можно взять в мире... Взять вот здесь вот более черную сделать именно. Вот вы видите, я вот так вот меняю, и все становится светлее. Поэтому я вот здесь на более черный выберу. Ну, по сути, он даже уже никак не светит. Ну, и таким образом мы создадим такие контрастные достаточно тени. Можно еще даже взять в... Вот здесь в Color Management и чуть-чуть вниз потянуть. Хорошо. Так, теперь. Самый интересный материал и как это делается. Потому что, как всегда, чтобы что-то сделать, надо чуть-чуть пошевелить мозгами и подумать, а как же это реализовано. Мы видим то, что у нас здесь есть хром. Ну, это что-то типа хрома, какая-то такая вот аналогия. Ну, по крайней мере, по вот этим вот штукам это все понятно. И нам надо сделать эти отражения. Но, если бы мы пользовались блендером более старой версии, мы бы не могли так сделать. Потому что, ну, раньше мы можем взять, добавить как бы HDRI какую-то карту с этой картинкой. И да, оно бы это сделало. Но оно бы тогда еще влияло именно на вот эти вот листочки, которые мы добавили. А нам надо сделать, чтобы эта такая вот, скажем так, HDRI текстура влияла только на вот этот хром. И как это сделать? Раньше бы вы этого, ну, не смогли бы. Вот, а сейчас, с помощью новых нововведений, да, в блендере вот в этой новой версии. Я покажу вам, как это сделать. Но для начала сделаем хром. Давайте 0.15. Roughness поставим. Metallic на максимум. Белый на максимум. И теперь мы что делаем? Мы создаем сферу. UV-сферу обычную. Shade Smooth. И мы на нее накидываем текстуру. Ctrl-T. Ну, я думаю, все знают, что это за аддон. Потому что уже десятый раз объясняется, что есть такой аддон, который называется Node Wrangler. Я думаю, не стоит. Я думаю, вы уже об этом знаете. И вам понадобится картинка, которая будет такой своеобразной HDRI-картой. Я проводил свое маленькое исследование, какие картинки лучше работают. Потому что это именно картинка. Вот здесь видно отражение. И лучше всего сработала вот эта картинка. Я тоже на нее ссылку оставлю. Выглядит она теперь на сфере вот таким вот образом. И что нам надо сделать? Мы возьмем V-Mission, подключим Color. Силу поставим единичку. И таким образом мы создаем вот такое вот свечение. Вот тут даже в углу уже видно, что это именно вот так вот работает. Мы создаем такую своеобразную HDRI-карту. Но как сделать так, чтобы это работало только на вот этот вот объект? Давайте оттащим в сторону. Нам надо взять все объекты. Кстати, надо на вот эти колечки тоже накинуть этот материал. Ctrl-L, Link Material. Нам надо добавить все вот эти материалы хрома в новую коллекцию. Нажимаем M, когда мы все выделили. Новая коллекция. Назову ее, например, Chrome. Вот так вот. Окей. Кружочек возвращаю сюда. И теперь вот в этой вкладочке, во вкладочке Shading, Light Group. Нет, вот Light Linking. Вот Light Linking. Мы здесь выбираем нашу группу, собственно, которую мы только что сделали. Убираем Chrome. И Visibility мы убираем с камеры. Вот именно что с камеры. Сейчас это влияет и на, собственно, на вот эту вот нашу штуку. Но, по-моему, если в Shadow Linking поставить Chrome... Нет, это не сработало. Но мы тогда просто возьмем Shadow, выключим. Так. И, по-моему... Сейчас, что еще? Так-так-так-так-так-так. Сейчас мы подберем некоторые вот вещи. Вот, видите? У нас есть такая вот штука, которая называется Diffuse. Ее можно тоже отключить. Так, по-моему... По-моему, по-моему... Так-так-так, а ну-ка. Вот. Да, для пояснения, то, что это вот именно только что работало, потому что вот сейчас, как видите, оно его засвечивает. Если я возвращаю его в вот эту Light Linking группу, оно, ну, перестает на него влиять. Но, как я понимаю, то есть все-таки так или иначе какие-то отражения не сохраняются, поэтому проще Diffuse вот здесь вот выключить. Вот. И... Ну, конечно, можно на самом деле и оставить, потому что тут определенный такой вот оттеночек, он сохраняется. Даже, кстати, он мне нравится, на самом деле. Можно его и использовать. Поэтому давайте, собственно, с ними двигаться. Он такой, ну, симпатичный, я бы его назвал. Так, и как вы видите, у нас создался вот этот вот хром, вот эти вот все штуки, но они немножечко не такие, как это у нас вот есть, собственно, на референсе. Можно еще, кстати, попробовать силу чуть-чуть увеличить, чтобы это было более заметным. Давайте как-то вот так вот. Хорошо. И теперь добавим Value. Вот сюда подключу. И надо сделать эту текстуру, ну, чуть более крупной. Я думаю, вот как-то вот так вот. И давайте ее покрутим, чтобы найти какое-то приятное размещение, собственно. Чтобы нас устраивало, как это, собственно, работает. Давайте так. Ну, тут уже мы такой... Мы уже работаем над тем, что просто на глаз выбираем, что нам больше нравится. Так. Вот как будто бы вот это неплохо. Так, 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 так. Сейчас это еще не все. Так, вот так неплохо. Вот так вот. Ну, опять же-таки, Diffuse можно вырубать, чтобы это не влияло именно на сам календарь, имейте в виду. Ладно, давайте без этой штуки пока что будем двигаться, потому что на референции это не так. Еще, возможно, стоит солнце покрутить. Немножечко, буквально. Чтобы не было прямо, знаете, вот такого прям сильного блика с вот этой вот передней стороны, потому что тут его прям такого нету. Хорошо. Так, продолжаем работать именно с нашей сферой. Так, где все ноды? Вот. Ну-ка, заброшу это все и попробую еще раз покрутить. Может, что-то поинтереснее найду. Хорошо, вот так вот и... Так, так, так. Так, вот вроде бы... Вот так достаточно неплохо. Можно чуть-чуть побольше это все сделать. Так, и, ну, собственно, сейчас такой, знаете, творческий процесс достаточно, когда мы пытаемся найти нужный нам поворот. Так. Вот, пока что остановлюсь. Я думаю, что на этом, потому что так можно вообще бесконечно это все крутить. Хорошо, и теперь мы делаем Shift-D. Мы дублируем эту, собственно, сферу. Но теперь нам надо ее разместить так, чтобы она освещала вот эту внутреннюю часть. Чтобы она это делала, и у нас не было вот тут вот вот этого вот зарезания. Поэтому, наверное, вперед вот так вот зайдем. Сейчас мы подыщем тут расположение. Так, так, так. Ну, как видите, вот оно именно за счет вот этой вот текстуры мы создаем вот эту вот вещь. Так. Вращаем. Ищем какой-то интересный поворот. Возможно, стоит это даже сделать. Ну, то есть, по возможности сделать это с помощью одного шарика, конечно. Такая, я думаю, возможность тоже есть. Но вот лично у меня это получалось сделать именно с помощью двух. Удалю эту сферу. Еще раз ее создам. Немножечко забежал в свой референс. Не референс, а в свою предыдущую работу, которую я готовил, собственно, для туториала. Ну, так просто проще. Вспомнить то, что ты делал. Вот. И я, собственно, сделал вот так вот. Вот. То есть, я, по сути, взял и засунул вовнутрь вот этот вот кружочек. Но не так, чтобы он как-то выпирал. Вот. И у нас получилось вот здесь просто избавиться от вот этого вот обрезка, который у нас был сбоку. При этом создать отражение именно что внутри. Так. Тут немножечко еще поправлю. Вот так вот покрутил. Хорошо. И давайте доработаем именно саму нашу текстуру. Emission 3000 поставлю. Так. И теперь надо взять отдельно эти текстуры, продублировать. Потому что, ну, я хотел бы работать отдельно с вот этим передним куском и вот этим вот боковым. Поэтому я вот этот большой шарик, который отвечает за переднюю часть, я его дублирую. Вот. И вращаю его отдельно. Хочу сделать вот какой-то такой более синий, что ли, цвет в этом вот месте. Пока что сброшу все на ноль, чтобы так, чтобы проще было здесь ориентироваться. И ищу наиболее симпатичный поворот. Так. Можно здесь еще текстуру поперемещать. Вы, конечно же, можете всегда пробовать другие какие-то текстуры. Потому что они тоже могут симпатично даже вместе в паре работать. Вот, например, здесь еще зеленый очень прям такой красивенький получился. Можно даже, кстати, с ним попробовать дальше двигаться. Ну-ка. Вот, например, тут вот так вот. А вот этот кружочек, это у нас будет отдельная картинка. То есть у нас получается добавлять, что ли, вот такие вот разнообразные, что ли, оттенки на изображение, собственно, с... Ну, скажем так, на один хром разные оттенки. Вот. И в целом, я думаю, суть ясна именно в том, как я это вращал. Вот сбоку у нас удалось добиться прям такого симпатичного отражения. Спереди оно тоже симпатичное. Оно, правда, немножечко не такое. Ну, то есть не такое именно там на каком-то референсе. То есть что-то типа... Может быть, что-то типа вот такого там сделать. Вот. Но суть в том именно, чтобы взять, найти подходящую, во-первых, картинку. Во-вторых, найти ей подходящий скейл, подходящий поворот. Чтобы это все хорошо мэтчилось с... Ну, с соседней, да, с соседним цветом, с соседней картинкой. Вот. Так. Ну-ка. Ну, да, прям очень интересно на самом деле сидеть, вот вращать эти картинки, чтобы добиться именно какого-то такого необычного цветового гармоничного решения. Так. Просто его можно вот прям бесконечно, что ли, крутить, вот эту историю. Ну, вот так вот достаточно симпатично получилось. Вот. То есть, по сути, это референс, но просто дело в том, что чтобы добиться того, что есть на референсе, это надо понимать, какая картинка там использовалась, как это вообще... То есть, какие там углы поворота были. Ну, в общем, суть просто в том, чтобы понимать, какой картинкой воспользовался именно человек. Вот. Так. Теперь еще что мы можем сделать. По сути, хром мы этот сделали. Сейчас мы его еще дополнительно доработаем в фотошопе, потому что... Ну, это можно сделать и в блендере, но в фотошопе картинку, как по мне, удобнее дорабатывать. Вот. Вот. Так. В целом, фон я бы сделал еще светлее, наверное. 1.6. Так. Сама бумага, она как будто бы должна быть чуть-чуть... Чуть-чуть как будто бы посерее. Но это все может, я думаю, решиться тем, что мы сделаем просто фон светлее. Вот да, вот таким вот образом. Вот. Хорошо. Теперь нам это надо отрендерить и немножечко доработать именно в фотошопе. Настройки рендера у нас, в принципе, такие же. 1080 на 1080. Затем сэмплинг у меня 564, но можно поставить там 256 условно, да. И мы теперь нажимаем F12. Вот. И ждем, пока эта картиночка, собственно, у нас отрендерится. И я сейчас просто перейду в фотошоп. Продолжаем работать в фотошопе. Сейчас нам надо взять и... Давайте Ctrl-J я нажму, чтобы продублировать этот слой. Правой кнопкой мыши Convert to Smart Object. И Ctrl-Shift-A, чтобы перейти в камеру RAW. Сейчас мы сможем взять и доработать всю вот эту вот прекрасную историю, которая у нас есть. Во-первых, я хотел бы поднять Saturation. То есть... Потому что, я думаю, вот вы сразу видите, то, что картинка становится намного сочнее. Потом. Контраста немножечко. Немножечко буквально. Хотел бы черное вот увести. В деталях добавить Sharpening, чтобы оно чуть-чуть таким более острым было. Оно бы добавило такой дополнительной детализации. Добавить немножечко грейна. То есть, такого вот шума. Буквально немножко. Так. И в целом... Вообще, если вы хотите, вы можете перейти еще там в Color Mixer и вот тут всякие вот вещи, собственно, менять, чтобы, ну, какие-то точечные цвета в целом брать и корректировать. Или, там, не знаю, вот в Mid-Tone чуть более синим его сделать. Вот. И нажимаем ОК. Вот. И теперь, когда мы клацаем, собственно, на глазик, мы видим прям существенную разницу. То есть, тут оно прям такое тускленькое. Нажимаем глазик. И оно стало вот именно таким вот насыщенным, контрастным и, собственно, симпатичным. Вот. И таким образом нам удается достичь того эффекта, который у нас, собственно, есть на референсе. Как это делается, я показал. Все остальные вещи, которые там стоит докорректировать, там, например, сделать вот эту вот основу чуть пошире, сделать, там, возможно, чуть-чуть другие градации цветов, это вам уже все понятно, как это сделать. И моя задача была в том, чтобы именно дать вам этот принцип. В целом, у меня все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Контента будет много. Оно есть, собственно, многие видео уже были сняты и они очень полезны. Вот. Пожалуйста, поставьте комментарий в поддержку, то есть, если вам действительно это понравилось, просто чтобы... Ну, просто, чтобы это видео и увидели еще другие люди, чтобы я мог с таким же энтузиазмом продолжать заниматься своим, собственно, делом. Вот. На этом все. С вами был Назарий. Делитесь этим видео. Всем спасибо и всем пока.